Пока идут переговоры, стороны готовятся к войне. Диалог по Карабаху снова в тупике. Статья на ФАН за 1 июля 2020 года. Аббас Джума. Прошедшие вчера армяно-азербайджанские переговоры изменились только внешне. Главам Мин двух стран из-за бушующего в регионе коронавируса пришлось встречаться онлайн. По сути, все остается на своих местах. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в максимально общих чертах рассказали, что дипломаты обсудили дальнейшие шаги в мирном процессе и то, как на этот процесс повлияла пандемия. При этом министр иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян заявил о недопустимости звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений. Чтобы прояснить ситуацию и чуть лучше понять нынешние настроения вокруг Карабаха, специальный корреспондент Риафан поговорил с советником президента Армении, руководителем Международного центра человеческого развития Тываном Пагасяном и заместителем директора экспертного совета Бакинского центра международной политики и безопасности Гульнарой Мамедзаде. Нельзя решать судьбу Карабаха без карабахского министра. Господин Пагасян, как на ваш взгляд прошла встреча глав МИД? Чего, как вам кажется, не хватило? Ответ. Думаю, это была очередная встреча в формате видеоконференции, так как из-за пандемии физические встречи, увы, невозможны. В течение последних месяцев мы видели, как менялась риторика Азербайджана. Она стала более агрессивной и я даже не беру многочисленное интервью высокопоставленных азербайджанских чиновников, но и сам Алиев начинает давать разные оценки Армянской Республики, не замечая бревна в своем глазу. Власти Азербайджана должны на деле продемонстрировать, что они в состоянии не спекулировать в вопросе Нагорно-Карабахского конфликта для решения своих внутриполитических вопросов. Пока этого нет, трудно говорить о какой-либо динамике или возможности обсуждения реальных вопросов. Он активно применяет методы информационной войны, пользуясь тем, что в Армении обостренная политическая ситуация. Естественно, все эти вопросы, наверное, поднимались на встречи. Чего не хватило? Присутствие главы МИД Арцахской Республики. Я бы хотела еще раз повторить, что до тех пор, пока Арцах не появится за столом переговоров, мы будем ходить вокруг да около, но вряд ли решим этот конфликт. Другое мнение. Присутствие главы МИД Арцахской Республики. Создается впечатление, что действующее руководство Армении целенаправленно провоцирует Баку, поскольку возобновление военных действий может отвечать внутриполитическим задачам Никола Пашиняна. Более того, если армянская сторона отказывается от территориальных уступок в переговорном процессе, то сам этот подход уже обнуляет переговорный процесс как таковой. В чем его смысл, если нет предмета переговоров? Определение уступки также не отражает реальности. Азербайджан ждет от Армении конструктивного подхода в том, чтобы вернуть на основе политического диалога, не прибегая к войне, те территории, которые, согласно международному праву, принадлежат Азербайджану. Армяно-Азербайджанский конфликт наносит катастрофический ущерб обоим народам и морально-экономический. Соответственно, разблокирование конфликта и экономических коммуникаций существенно повлияет и на внутриполитические, и на экономические реалии в обеих странах. Возможно, в большей степени в Армении, учитывая экономическую зажатость этой страны в условиях конфликта. При этом не исключено, что в кулуарном формате стороны проявляют больше компромисса, нежели демонстрируют на публике, поскольку прежние узконациональные подходы перестают работать, начинают доминировать глобальные тренды, и это может в будущем повлиять на ситуацию вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Посвященные политике это прекрасно понимают, однако пока сложно прогнозировать, каким путем стороны подойдут к компромиссу военным или политическим. Баку готовится к войне. В Азербайджане все чаще говорят о безальтернативности военного решения, а еще о закупках турецких беспилотников, испытанных в реальном бою в Сирии и Ливии. Господин Пагасян, как вы оцениваете эти заявления, и насколько сегодняшнюю встречу можно назвать успешной с точки зрения предотвращения военного конфликта? Ответ. По моему мнению, в Азербайджане давно принято внутреннее политическое решение использовать переговорный процесс для усиления своего ВПК и подготовки к войне. Это касается не только Арцахской республики. На самом деле в Баку неоднократно говорили о том, что намерены отобрать половину Армении. Чуть ли не Ереван, Севан и Зангезур. Ходят разговоры о каких-то властях в изгнании западного Азербайджана. Если посмотреть на военные закупки Азербайджана, то становится очевидно, что разрешать конфликт мирным путем в Баку не намерены и просто тянут время. Отсюда и нежелание говорить с властями Арцаха. В Армении и Арцахе это, разумеется, понимают и тоже наращивают свои военные возможности. Ведь на сегодняшний день вооруженные силы Армении и Арцаха – это единственные гаранты недопущения военной эскалации на Южном Кавказе. Об этом недавно сказал и премьер-министр Никол Пашинян. Если мы позволим Азербайджану почувствовать себя хоть на миллиметр сильнее Армении и Арцаха, думаю, что события апреля 2016 года повторятся. И когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят, что военное решение не выход, они обращаются именно к Азербайджану. Другое мнение. Гульнара Мамедзаде, замдиректора экспертного совета Бакинского центра международной политики и безопасности. Военный сценарий вполне реален. Мы понимаем, что такого рода решения не принимаются без учета интересов и приоритетов, как минимум региональных игроков. Но может сложиться такая ситуация, что военная разрядка будет принята, и армянская сторона, к сожалению, своим целенаправленными и недальновидными действиями подталкивает регион к такому сценарию. Азербайджанские и армянские народы имеют шанс и исторический опыт, чтобы вернуться к миру. Но Азербайджан, в силу ряда причин, пока проявляет сдержанность, даже при наличии достаточно укрепленного военного потенциала и растущей международной поддержки на дипломатическом уровне. Все будет хорошо. Вопрос. Господин Погасян, каков ваш прогноз относительно будущего Нагорно-Карабахской республики? Ответ. Я уверен, что будущие Арцаха находятся в прекрасных руках. Арцахцы готовы защищать свою родину. Они каждый день работают над усилением своей страны, над ее процветанием. И если мы говорим о будущем этой территории, то я уверен, что мы будем защищать свои интересы. Все армянство будет участвовать в этом, и наши мечты никто с повестки дня не снимал. Думаю, когда республика Арцах будет признана, тогда стороны договорятся и о том, будет ли это федерация или конфедерация. Это решит население. Кроме того, недавно президент Арцаха Араик Аручунян сказал, что не стоит забывать и об оккупированных территориях. Если Баку будет решать вопросы мирным путем, мы тоже готовы решать их мирным путем. Если нет, то на любую агрессию будет дан адекватный ответ, после которого Азербайджан пожалеет о том, что не согласился на мирные переговоры. До тех пор в Арцахе продолжат работать над международным признанием, укреплением экономики, увеличением демографии и, естественно, всегда будут готовы защитить свою родину. Абаз Джума специально для ФАН. Пока идут переговоры, стороны готовятся к войне. Диалог по Карабаху снова в тупике.